Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Сорян всем, потому что позвонили и сбился эфир. Хорошо, все простите, не подключайтесь снова. Я спрашивал, там клип смотрели. Настюшка, Боровская, вот тебе я не успел сказать огромное спасибо, потому что ты там сделал репостик, и вот как самая верная подруга. Всем-всем привет. Говорю, в Киеве хорошая погода, но мы встали в пробку, и это не прикольно. Всем-всем здорово, да. У нас уже 628 человек. Короче, хочу сказать спасибо всем, кто сделал репост, кто поддержал нас с клипом, потому что, честно говоря, я не рассчитывал, что положительные темы в наше время воспринимаются так хорошо. То есть, в какой-то момент у меня уже начало создаваться впечатление, что все сошли с ума, и всем как бы нужно только какое-то дерьмо в уши заливать, типа, и аж плохо на душе становилось в какой-то момент. Но, как бы, результат подтверждает, что есть еще нормальные люди на этой планете, потому вам спасибо, нормальные люди. Сейчас я как-то сделаю, чтобы у меня уже видно было. Вот. И, короче, я, честно говоря, доволен. Вот результатом и вообще и работой. Там кто-то пишет банальный сюжет и все остальное. Сюжет должен был быть немножко сложнее, но, как бы, есть такое понятие, как классика жанра, и вот именно в таком жанре почему-то работает драматургия все именно вот в такой форме. Потому, не знаю, мне кажется, тут вопрос не в сложности сюжета или банальности, не банальности. Мне кажется, уже не банально то, что в нем снялся чемпион мира, и, действительно, это история темнокожего парня, который в нашем немножко таком диковатом обществе смог добиться такого успеха. Потому, короче, молодец, Жан Веленюк, и молодцы все, кто нас поддержал. Так. Можно, в принципе, можете позадавать вопросы. Эфир сбился. Сейчас я вам спойлер такой небольшой. Потому, что позвонил Дизель из группы Green Grey, и мы в этом году выпустим песню совместную. Для меня это честь, потому, что Green Grey это просто группа, легенда украинская. И не только, как бы, она прозвучала в свое время на все СНГ. Ребята собирали стадионы прям. И я давно им хотел предложить. Но так получилось, что предложили они. В этом году им 25 лет. Представляете, группе 25 лет. Мне только 5, а им 25. Вот. И мы сделаем уже, как бы, есть набросок, и мы сделаем прикольную песню в этом году. Альбом когда? Альбом будет в следующем году, я вам обещаю. Не знаю, не хочу говорить, крутой он будет или не крутой. Просто будет альбом. Биты, да, кстати, огромный респект и большое спасибо Краб Битс, который написал бит вот для песни «Гни свою линию». Это не я написал биты. Вообще, как бы, это давно. Краб мне прислал несколько битов, я у него купил, вот, написал песню. И вообще этот клип должен был выйти в январе, но с другим сюжетом. И вот, когда я познакомился с Жаном Бельняком, я думаю, ну, это же просто, ну, сумасшедшая, крутая история про то, как реально человек в, наверное, не совсем близком по менталитету обществе для себя добивается успеха. Так солнце засвечивает, что я даже не знаю, как лучше с вами вот говорить о вас ведь. Будет концерт в Киеве? Нет, концерта в Киеве не будет в этом году, будет в следующем году и будет большой, реально крутой концерт, потому что, ну, неинтересно делать какие-то маленькие концертики, где просто петь, хочется делать уже классные шоу, чтобы человек, когда приходил, просто открывал рот и говорил, вот это я побывал на празднике жизни. Вот. Меня везет мой верный водитель, Анна Александровна Ермак. Всем привет. Да, походка бомба. В Беларуси пока, не знаю, будет ли концерт, может, в этом году еще и будет, но пока еще не обсуждалось. В Варшаве должен быть концерт, но пока мы вот на финальной стадии переговора, потому если кто-то есть из Варшавы, возможно, мы увидимся в этом году. У меня может пропадать интернет, потому что мы выехали на трассу, и я не знаю, как тут сейчас будет со связью. Трек с тофом хотите? Ох, сколько лайков посыпалось! Действительно, мы, кстати, сегодня обсуждали то, что, возможно, с Тафанычем замутим трычок, потому если действительно вы его ждете, то мы, может, этим в ближайшее время займемся. Но лайки просто летят невероятно! связь пропадает. А сейчас нормально? Вот вообще, на самом деле, мы с женой, с Аней, очень любим просто ехать. Сейчас я включу дорогу. Так любим давал! Надо вот ехать, слушать музычку, и наблюдать, что происходит вообще за окном. Это мы едем сейчас по Житомирской трассе. А куда секрет? Ну, ничего я вам красиво не показал, короче. Ну, пока так. Фух, ну, не отдохнуть, честно говоря. Русичка, привет, брат. Мы с тобой так давно вообще и не виделись, и не созванивались. В эфире Руслан Ханмак. Руся, ты знаешь, как присоединиться в эфир? Мне кажется, вот мы бы с тобой сейчас раздали. Так, а надо, чтобы он запрос. Если ты шаришь, то подключайся. Кто там ждет коллекцию новую? А, вон жена моя сейчас вам расскажет. Кто ждет коллекцию новую? Так что уже вот еще чуть-чуть осталось, и мы выпустим ее. И там будет очень много вещей. Это Аня сейчас про Вайфорс, потому что мы буквально через неделю уже, ну, не буду говорить неделю, но там две недели, и должна быть коллекция, новая весенняя коллекция, очень как бы прикольная. Также с ребятами, крутыми дизайнерами. One Crew мы это делаем. Вот, потому уже без компании Staff, мы со Staff прекратили сотрудничество, не из-за какой-то как бы причины или проблемы, или чего-то. Просто вот как бы, ну, поработали какой-то период. Я благодарен им. Я думаю, они мне тоже благодарны, потому вот. Сейчас мы выпускаем абсолютно самостоятельно коллекцию. Каждую вообще ниточку, каждую ткань мы с Аней лично выбираем, проверяем, ездим. Хрен знает куда. На производство далеко от Киева. Смотрим, чтобы все как бы было качественно, потому что некоторые изделия у нас там из прошлых коллекций не совсем получались. Мы не всем были довольны. И сейчас, как бы, я думаю, что все будет, ничего не будет там ни выстироваться, ни там какие-то другие проблемы. Мы, короче, заказали вообще самое все топовые. И ткань, и фурнитуру, и все. Потому, я думаю, все, кто там купит себе что-то, будет довольным. И я уверен, что оно долго у вас проносится. Вот, короче, вот такие планы. Сейчас коллекция Вайфорс выйдет, будем новый клип снимать. И я, честно говоря, знаете, вот там парень написал, возможно ли тебе скинуть трек новый. В последнее время, не знаю, с чем это связано, если раньше сбрасывали полный шлак, а не музыку, как бы, то в последнее время некоторые ребятки, вот, например, там парнишка из Казани, очень, как бы, крутые песни пишет, сбрасывал мне, я слушал, прям прокачался реально. То есть это прям профессионально. Потом парень из Ровно мне тоже недавно скинул там, он в стиле новой школы делает музон, но это прям качественно, это прям музыка, это творчество, вот. И в последнее время, короче, новые молодые ребятки начали делать настоящее творчество, настоящую музыку и звучат круто, и, ну, прям новый уровень какой-то. Потому что раньше, когда сбрасывали, это просто можно было в больницу попасть от прослушанного. Я помню, когда мы первый конкурс со Стольным Градом, тогда еще делали на совместный трек, по-моему. Это просто, я помню, я переслушал где-то 200 треков и думал, блин, вызывать скорую. Вот. Вот такие, короче, дела. Песни мы пишем. Хочется просто чем-то, честно говоря, удивить таким вас классным музыкальным, интересным, чем-то новым. Есть у меня, честно говоря, песня такая красивая про любовь, но там есть немножко автотюна, и я не знаю, короче, стесняюсь вам пока показывать. Ну, душевная, красивая. Приезд всем борцам, всем спортсменам, привет. Я вас увидел, я вас обнял. Вообще, это такой малоизвестный факт, но в девятом классе я полгода ходил на вольную борьбу, поэтому борцы для меня. И вообще в моем дворе, где я рос в городе Борисполь, в моем дворе вот была движуха наркоманов, ребят, которые там курили травку, там пожестче, всякую химию употребляли. И была вторая сторона медали, вторая компания, это ребята-борцы, вольники все, там Игорь Бойко, Влад Лебедюк, ой, Вадим Лебедюк, вот. И, короче, им привет, потому что это прям друзья детства, я был такой маленький пиздючок, я приходил на Брусе всегда, вечером мы собирались, пацаны приходили качаться, я тоже что-то выжился, вот, и с ними всегда дружил, и они как бы борцы, но отчего хорошего в моей жизни привили мне. Вот, потому, короче, борцухи, братухи. Дагестан, салам, вам тоже, всем братьям. Короче, просто всем нормальным людям, вот, у меня нету какого-то распределения, там, на нации, цвет кожи и какие-то другие аспекты. У меня есть самое первое правило, это порядочность, доброта человека, потому что доброта – это сила. Только добрый человек, сильный человек может улыбаться, может искренне говорить слова и не стесняться, не прятаться за образами, ширмами и всем остальным. Че, че, наполовину тень, наполовину солнца. Это такая фишка моя. Инь-янь. Инь-янь. Да. Дагестан, еще раз привет вам.